Что первичнее, дизайн или функция? Что вы знаете о русском дизайне? Или о русском дизайнерах? Специальная двойная закрученная аэрированная струя, которая мощно и нежно омывает пользователя. Здравствуйте, друзья! Сегодня мы впервые снимаем в Санкт-Петербурге за пределами нашего салона. И это неспроста. Как вы знаете, недавно мы открыли новую монобрендовую зону Керамак и тестовую зону Гиберит Акваклин. Мы очень долго ее делали, мы даже сняли реалити-шоу о том, как мы реализовывали этот проект. Мы несколько раз встречались с компанией Керамак в офисе, в Москве, а также на выставке Моусбилд, где мы делали обзор топовой модели Гиберит Акваклин Мера. Так вот, дизайнером, автором этой модели является Кристоф Беллинг, который сегодня находится в гостях здесь, в Санкт-Петербурге. И мы с ним идем знакомиться. Друзья, знакомьтесь, это Сергей Николаевич Кожевников, технический директор компании Гиберит здесь, в России. Это самый увлеченный человек, который может рассказывать о туалетах, об унитазах с такой страстью, которую я никогда не встречал. Сергей Николаевич, мы сейчас ожидаем выступления Кристофа. Он отвечает за дизайн, а вы отвечаете за техническую составляющую. Скажите, как вы думаете, что первичное, техническая часть или дизайн? Что идет вперед, на ваш взгляд? Очень хороший вопрос. Что главнее, мужчина или женщина? Что главнее, белое или черное? Эти вещи прекрасно должны дополнять себя в жизни, и одно без другого просто не может существовать, с моей точки зрения. Хорошо, но все-таки Адам пожертвовал свою ребру для того, чтобы создать Еву. Так кто первый? Так и мы, техники, иногда чем-то жертвуем для того, чтобы получить что-то невообразимо красивое. Иногда чем-то приходится пожертвовать. Но чаще всего нам удается сочетать эту гармонию и того, и другого. Ведь именно это потом побеждает в любых соревнованиях, когда прекрасное сочетается с надежным, качественным и прекрасным функционирующим. Мне так кажется. Хорошо. А все-таки у Гиберит Акваклин есть конкуренты? Или вне конкуренции? Это хороший вопрос, и на него хочется ответить и да, и нет. И у нас есть замечательные новинки, которые использованы в этом изделии, которых нет ни у кого. Это сиденье из дюропласта, первое в мире подогреваемое, несмотря что подогреваемое сиденье делают уже многие годы. Но из дюропласта мы первые, кто это сделали. Это специальная двойная закрученная аэрированная струя, которая мощно и нежно омывает пользователя. Раньше такого не было. Мы тоже это запатентовали. И тем не менее, без конкуренции, к сожалению, любое соревнование гибнет. Конкуренция нужна в любом виде бизнеса. Конечно, они есть и у нас. Это замечательная Япония, в которой 75% унитазов оборудованы этой функцией БИД. Нам к этому еще только идти. Швейцария даже немножко отстает. В России, что тут говорить, в России несколько еще ситуация похуже, что в этом нам нужно. Конкуренция всегда есть. Она всегда будет. Надеюсь, всегда будет. У нас есть куда двигаться вперед. Абсолютно с вами согласен. Замечательно. Ну что ж, давайте тогда послушаем, что думает по поводу первенства дизайна или технологии. Другая сторона. Другая сторона. С удовольствием. Спасибо. Спасибо вам. Я хотел бы спросить у Кристофа вопрос, который наверняка многих из вас мучает. Сегодня мне его уже задавали. Я думаю, что вы будете задавать и в будущем. А вот по мнению Кристофа, что первичнее, дизайн или функция? Все-таки, что главнее? Ну, Кристоф считает это неразделимым. То есть, когда бы мы ни посмотрели на себя, на своих близких людей, на солнце, на цветок, функция и внешний вид, дизайн, они неразделимы. То есть, это невозможно отделить одно от другого. Одно из другого не может существовать. Вот сначала создается техника, а потом кожух. Или сначала кожух, а потом пытаются туда эту технику запихнуть. Sometimes here, sometimes there. But they all come together. По-разному. Бывает и так, и так. Но в конечном счете оно смыкается, сливается. Рад вам представить Кристофа Беллинга, швейцарского дизайнера, который разработал модель Акваклин Мера для компании Гиберит. Я сейчас задам несколько вопросов. Думаю, что это будет также очень интересно. Кристоф, очень здорово, что вы в Санкт-Петербурге. Добро пожаловать. У меня есть несколько вопросов для вас. Что такого особенного в швейцарском дизайне? Что отличает его от итальянского, немецкого или какого-то другого дизайна? Когда мы думаем о швейцарском дизайне, многие думают прежде всего о швейцарских часах. Я разрабатывал много часов. Швейцарцы немного сумасшедшие, но в хорошем смысле. Потому что они хотят, чтобы вещи были на 100% совершенны. Если вещь не идеальна, то она не идет в производство. Если она готова на 99%, то она не пойдет в производство. Они одержимы совершенством. Также потому, что хотят, чтобы вещи служили очень долго. Я не знаю почему, может это альпийский менталитет или что-то еще, но швейцарцы перфекционисты. Вы упомянули часы. Как случилось так, что вас, дизайнера часов, пригласили сделать дизайн унитазов? Это действительно странно. Я занимался дизайном часов 15 лет. И когда директор компании Гиберит связался со мной и сказал, нам нравятся часы, которые вы делаете, нам нравится внимание к деталям, не могли бы вы сделать для нас дизайн кнопки инсталляции? Вначале я был немного удивлен. Это был для меня довольно странный запрос. Но когда я поехал на завод Гиберит, когда я увидел производство, их станки, внимание к деталям, я подумал, как здорово, они как часовая компания, такие же сумасшедшие. Они полностью повернуты на совершенстве. Я смогу с ними работать. Потому что они хотят самого-самого лучшего и не идут на компромиссы. Скажите, а что было первым, что вы спроектировали? Часы или что-то другое? Было много разных проектов. О многих я даже говорить не хочу. Очень стыдно. Плохие вещи. Некоторые были неплохими. 20 лет назад я начал проектирование нашего первого корабля на солнечных батареях. Меня всегда интересовала экология, потому что я считаю, что важно создавать не только красивые товары, но и вещи, которые будут служить очень долго. И еще один вопрос. Мой любимый. Я задаю его всем иностранным дизайнерам. Что вы знаете о русском дизайне? Или дизайнерах? Вам кто-то знаком? Да и нет. Меня всегда интересовала ранняя революционная графика. Я думаю, она такая дерзкая. Мне по-прежнему нравится графика и искусство до военной эпохи. Оно такое радикальное, как не было нигде на планете. Огромная энергия в ней. У меня она есть. Я собираю плакаты того времени. И у меня есть книги этой эпохи. И несколько картин. Это я очень люблю. Относительно современного дизайна я не уверен. А, у меня есть русский парень, дизайнер, который работает у меня в студии полгода. Так значит, вы знакомы с русским дизайнером? Да, я знаком. Хорошо, Кристоф. Спасибо большое. Это действительно приятно, что вы здесь. И благодарю за ответы. Замечательно. Мне тоже было приятно. Спасибо. Сергей Телевной. Очень приятно. Архитектор. Сергей, как тебе новая модель Акваклин Мера? Модель прекрасна. И самое главное, она имеет значительные преимущества по дизайну и внешнему виду, в отличие от конкурентов известной японской фирмы. Звучит убедительно. Этому человеку можно верить. Мне можно верить. Я испытывал и то, и другое. Я был в Японии и в Германии на обоих производствах, между прочим. Отлично. Спасибо, Сергей. Рад был оставить отзыв. Давайте спросим архитектора Дарью Майер. Что она думает по поводу новой модели Акваклин Мера? Потрясающая модель, потрясающий стиль, передача настроения, не знаю, как назвать, швейцарского настроения, который презентовал сам дизайнер. На самом деле стильная, лаконичная, элегантная вещь. Ну и технология. А что все-таки первичная технология или дизайн? Ну, для меня, как для эстета, дизайн. Его внешние данные, характеристики, они отличаются от последних там десяти тысяч моделей. Спасибо. Пожалуйста. Юлия Черкун, архитектурный дизайнер. Юлия, на нашем прошлом мероприятии, на витрине, вы выступали и рассказывали о своем опыте, недавнем опыте использования японских унитазов в своих проектах. А что вы думаете по поводу новой модели Гиберит? Она очень удачная и с точки зрения дизайна, и с точки зрения функции. И, конечно, я с удовольствием буду их использовать в своих проектах. наравне со всеми остальными унитазами, потому что она меня устраивает абсолютно и по материалам, и по функциям. Но у вас был опыт, да, уже использования Гиберита? Опыт был, он удачный, никаких нареканий никогда не было с точки зрения функции. И по стилистически они очень подходят. Ну, замечательно. Так что используйте в своих проектах Гиберит, на самом деле. Спасибо. Алексей Тарасов самый главный человек по Гибериту, по Кирамагу в городе Санкт-Петербург. Алексей. Ну, прежде всего, спасибо за такое замечательное мероприятие. Очень приятно, что вы привезли такого интересного человека, дизайнера, человека-парохода, можно сказать. Ну, по крайней мере, который пароходы проектирует. А помимо этого еще часы, ну и самое главное, ваши замечательные приборы. Скажи, что тебе вот понравилось в презентации Кристофа? Вот что ты для себя отметил? Ну, я немножко, может быть, опять же, субъективную точку зрения выражу. Все, наверное, думают, что дизайнеры какие-то небожители, какие-то люди, которые, не знаю, там, как-то снисходительно относятся к таким мероприятиям, живут где-то там в другом измерении. Сегодня мы поняли, что Кристоф обычный человек, да, и я думаю, нам уже, в общем-то, понятно, что не грех и на каких-то других там дизайнеров положить глаз там, да, и в перспективе их как-то задействовать. Для меня было это действительно приятно таким неким открытием, да, то есть, что вот с ним как бы это живое общение, оно, ну, такое достаточно простое и естественное. Вот, при этом, да, мы не забываем, что человек, он непростой и создает достаточно такие интересные вещи. Я сегодня, к сожалению, не было много картинок его других там творений вот этих там и часов, и телефонов и каких-то там зарядных устройств там, каких-то этих солнечных там и кроссовок вот этих Рибок. Это все есть на его сайте и это все действительно впечатляет. То есть, вот такое придумать, да, вот не каждому дано и от этого особенно приятно, что он сегодня с нами и мы даже не ожидали. Приятно ощущать тебя вот частью этой компании, которая работает с такими людьми. Да, да, это само собой, да, мы как бы понимаем, что у нас с каждым годом все больше сил, все больше возможностей, все шире ассортимент, да, вот, и все, наверное, так скажем, ярче мероприятия, да, и беджет. Мешок был такой нервный, все шире ассортимент. Это, к сожалению, да, тоже влияет, влияет на эмоции, но мы уверены, мы справимся, цель нашей компании стать лидером, да, во всех смыслах и плоскостях, поэтому это один из шажков, да, в этом направлении, я думаю, нам это всем поможет, потому что работа с дизайнерами без вот этой всей обстановки, без таких гостей, она менее эффективна, да, мы это прекрасно понимаем. Ну и спасибо всем партнерам, которые нас поддержали, которые обеспечили эту явку, это настроение, поэтому... Спасибо, отличное мероприятие, было очень приятно пообщаться и познакомиться с Кристофом Беллингом. Какой романтичный фончик мне выбрали. Мне очень понравилось сегодняшнее мероприятие, мне очень понравился Кристоф Беллинг, отличный парень, с хорошим чувством юмора, но самое главное, с отличными идеями и действительно очень необычный подход к созданию предметов, которые и красивы, и функциональны одновременно. Если вас заинтересовала продукция Гиберит, обязательно приходите к нам в салон, у нас все эти изделия выставлены, они подключены, и мы сможем вам показать их буквально вживую и объяснить все функции, которые они имеют. Я лично немножко по-другому сегодня взглянул на продукцию Гиберит. Если вам понравилось наше сегодняшнее видео, не забудьте поделиться с друзьями и поставить лайки. Подписывайтесь на наш канал, ну и оставайтесь с нами, будет не менее интересно. Увидимся скоро! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok